Один из незыблемых многолетних постулатов Одесской юридической академии гласит, чтобы студенты хорошо учились, а преподаватели на высоком уровне обучали, и те и другие должны хорошо отдыхать. Правило, установленное президентом вуза Сергеем Киваловым, ярче всего подтверждается многолетней работой базы отдыха на берегу Черного моря в Затоке. Мы сегодня открываем базу отдыха, и я с большим удовольствием приехал порадоваться вместе с профсоюзной организацией, студенческим советом, что мы смогли организовать в этом году отдых для наших студентов и преподавателей. Сегодня наши сотрудники, ну не говоря уже о студентах, они не имеют возможности поехать на комфортабельные курорты где-то за рубеж, потому что нищенская заработная плата сегодня у преподавателей, сотрудников. А мы в свое время построили, я подчеркиваю, построили, не реставрировали. Я горжусь этим проектом, и мы все сделаем для того, чтобы его сохранить, развивать. Я хочу вам сказать, почти 100 преподавателей, сотрудников и студентов заехали сегодня на базу отдыха. В этом году спортивно-оздоровительный комплекс «Фемида» празднует свое десятилетие. За это время комплекс успел завоевать статус одного из лучших в Украине и способен конкурировать с подобными учреждениями международного уровня. Идейный вдохновитель создания полностью укомплектованного места отдыха Сергей Кивалов подчеркивает, строительство объекта проходило исключительно за счет средств, которые заработал ВУЗ. Университет заработал денежные средства и 10 лет назад приступил к строительству базы отдыха. Знаете, наши оппоненты говорили, зачем вам база отдыха? Ну, а мы говорим, ну, знаете, как-то нас, смотри, университет Мечникова, там, политехнический университет, у них у всех на берегу моря база отдыха. Нам 24 года, нам же по наследству ничего не досталось. Мы создали университет независимой Украины 24 года назад, и нам нужно было что-то построить. Здесь песок, и я говорю, вот здесь будем строить базу отдыха. Вы знаете, у нас получилось. Получилось, потому что весь коллектив хотел именно этого. Мы ее сделали своими руками, нам никто не подарил. Мы заработали деньги, университет заработал, вложили эти деньги, построили базу отдыха. База отдыха сегодня на балансе в Национальном университете, Юридическая академия, в оперативном управлении, а это все принадлежит Министерству образования и науки Украины. То есть это государственное учреждение. И мы построили эту базу отдыха для нашего коллектива, для своего коллектива. Середина июля – самое подходящее время для открытия сезона. Позади напряженные сессионные будни, к тому же в этом году лето пришло с небольшим опозданием. Нынешняя жаркая погода гармонично сочетается с тем отдыхом, который предоставляет спортивно-оздоровительный комплекс. Сьогодні відбулась такая прекрасная урочистая подія, до которой мы готовились, правда, чимало часу, оскільки сьогодні до нас заехало понад ста студентів, добочевища освіта и сотрудников Национального университета Одессы Юридической академии. И уже в ближайший час будут проходить пресенние конкурсы, науковые конференции, спортивные змагания, так, звичайно же, за поддержку Министерства университета, за организацию правкому и студради нашего университета. Мы все очень ждали этого, мы все очень готовились, особенно сотрудники спортивно-оздоровительного комплекса «ПЕМИДА». И мы очень рады, что мы снова отдыхаем вместе с нашими студентами и сотрудниками. В первую очередь право на отдых получают отличники и активисты Юрокадемии, и ребята, пользующиеся льготами, из малообеспеченных семей. За время летних смен руководство вуза стремится оздоровить как можно больше студентов и преподавателей. В любом случае большинство студентов за время учебы обязательно побывают здесь, чтобы отдохнуть и зарядиться на следующий учебный год. У нас база отдыха, естественно, что всех 15 тысяч студентов и преподавателей не может разместить. А в порядке поощрения, в порядке очереди, они приезжают сюда и здесь отдыхают. Это очень важно, чтобы мы поощряли студентов, все, кто занимается творчеством, кто является активистами, работают в общественных организациях. И поощрение именно связано с тем, чтобы поехать на базу отдыха и отдохнуть. У нас есть филиалы, мы поощряем и филиалы, и Ивано-Франковск, и Николая, и Кривой Рог, и другие филиалы, которые являются тоже нашими сотрудниками и студентами, они тоже приезжают сюда. У нас база отдыха всегда заполнена, потому что много желающих. Приятным бонусом для каждого студента является то, что студенческий совет университета компенсирует 85% от всей стоимости путевки. А первичная профсоюзная организация для преподавателей. Таким образом, отдыхающие оплачивают всего 15% от общей суммы. Именно здесь, на базе, в Затоке, возле моря, студенты и преподаватели нашего университета имеют возможность отдыхать, оздоравливаться в самых лучших условиях. И первичная профсоюзная организация, и студенческий совет компенсируют 85% стоимости проживания на базе. Аналогов такой практики, наверное, нет нигде. И наш университет, как всегда, лучший, и в том числе, что касается и оздоровления студентов и преподавателей. И сегодня мы открываем сезон на нашей базе, на замечательной концертной площадке, где тоже наши студенты проводят концерты для отдыхающих, где каждый желающий может отдохнуть, насладиться морским воздухом. И я думаю, что это очень важно. Студентам представляется возможность посетить базу Академии со скидкой 85%. То есть, опять же, спасибо Сергею Васильевичу за возможность здесь отдохнуть, приятно провести время после тяжелой сессии. Каждый год инфраструктура базы отдыха Академии улучшается и модернизируется. Как говорит руководство, нужно идти в ногу со временем, исследовать всем нынешним тенденциям. Перезаряжать батарейки и набираться силы и энергии в преддверии нового учебного года лучше всего в таких условиях. Наверное, второй десяток работаю вместе с Сергеем Васильевичем Киваловым. И я привык к такому лозунгу, что для того, чтобы хорошо работать, для того, чтобы успешно работать, качественно, эффективно, нужно обеспечить отдых для сотрудников, для студентов университета. И нашему руководителю это очень хорошо удается. Мы никогда не стоим на месте. Помимо того, что мы поддерживаем на высочайшем уровне эксплуатацию наших зданий, сооружений, мы совершенствуем различные механизмы, инфраструктуру нашего университета. То есть мы улучшаем кондиционирование, мы улучшаем отопление, мы улучшаем все то, что является комфортом для проживающих в этой гостинице. На юбилей принято получать подарки и принимать поздравления. Таким подарком для всех отдыхающих базы стала новая концертная площадка. А было все так. Учитывая проведение большого количества мероприятий, Студенческий совет Национального университета Одесская юридическая академия обратился к администрации университета с просьбой расширения инфраструктуры и сооружения комплекса концертно-станического назначения. Разумеется, руководство пошло навстречу талантливой и целеустремленной молодежи и построило площадку, которая сегодня служит для проведения различных концертов, организованных силами Центра культуры Одесской юракадемии. Буквально вот в прошлом году мы построили, в этом году мы вот сейчас открываем сцену концертную для наших студентов, для выступления. Наши студенты, молодежь университета, они самые активные, они очень прогрессивные, они энергичные и им очень хочется, вот помимо отдыха здесь, им хочется выступать, плясать, танцевать для того, чтобы перед ними выступали. И мы им создали вот эту прекрасную террасу, прекрасную сцену, где они имеют возможность себя реализовывать. Ни для кого не секрет, что у нас в Академии просто уйма талантливых студентов, у нас очень мощный Центр культуры. Именно здесь, в Затоке, нам очень сильно не хватало комплекса концертно-станического назначения. Именно с такой просьбой мы обратились к руководству нашего университета и нас в очередной раз поддержали. И вот сегодня мы уже можем наблюдать огромную концертную программу. Это идеальная возможность как-то себя раскрыть, раскрыть какой-то новый талант свой, петь, вести мероприятие. Главное, вот от всех студентов Центра культуры Юрокадемии, я скажу, что зрителям нравится, а нам от этого двойнее приятнее. Участники Центра культуры, которые подготовили концертную программу для гостей отдыхающих, по достоинству оценили сцену и современную аппаратуру. Кроме того, они рады, что база отдыха Академии станет для них творческой площадкой для подготовки к фестивалям и конкурсам. К тому же радовать зрителя прекрасными одесскими песнями – это всегда приятно. На протяжении многих лет мы каждое лето приезжаем сюда и открываем сезоны, и участвуем в различных мероприятиях. Здесь была небольшая сцена, была открытая площадка, но теперь у нас есть полноценная сцена, оборудована всей необходимой аппаратурой, световой, звуковой техникой. Созданы все условия для того, чтобы творческая молодежь могла приезжать сюда, в базу отдыха Академии, и реализовывать, показывать свои творческие таланты. Я, как студентка четвертого курса, которая сейчас преодолела и ЗНО, и ГОСИ, очень рада, что мы не просто сюда приезжаем отдыхать, мы сюда также приезжаем и облаготвориться. В плане, мы можем и выступать. Тут проходит достаточно много концертов. Я очень рада, что, в общем, даже каждый день, на всякий случай, есть платье-каблуки, дабы выступить. Нас это радует. База отдыха стала любимым местом проведения культурных и спортивных мероприятий на Черноморском побережье. Много фестивалей и соревнований стали традиционными и проводятся ежегодно. Среди них – вокальный конкурс «Песни у моря», в состав жюри которого входит известная украинская исполнительница-аспирантка Национального университета Одесская юридическая академия, а также обладательница премии «Хрустальный микрофон-2011» в номинации «Народное признание года» Наталья Валевская. И теперь, благодаря открытию новой современной сцены, масштабы конкурса однозначно увеличатся. На базе отдыха академии проходит вокальный конкурс «Песни у моря», где студенты Международного гуманитарного университета, Национального университета Одесская юридическая академия принимают участие и исполняют самые классные одесские песни. И хочу сказать, что председателем члена жюри является Наталья Валевская. Рекомендации членам жюри и именно Натальи Валевской мне очень помогли на данный момент, когда я выступаю на сценах города и Украины. Впрочем, концертная программа – это приятный бонус к летнему отдыху. На территории оздоровительного комплекса есть бассейн, спа-центр, волейбольное и футбольное поле. Отдыхающие подчеркивают, что в этом месте созданы все условия для идеального отпуска. Кондиционер, вай-фай, телевизор, холодильник, сейф находятся в каждом номере. Поэтому после жаркого дня на пляже можно прекрасно провести время в уютной комнате. Мы уже восьмой год приезжаем с удовольствием. Спасибо профсоюзам Сергею Васильевичу Кивалову за то, что мы имеем возможность прекрасно отдохнуть. В таких условиях чистенько. Каждый год мы видим, что даже стены чуть-чуть переделывают. В домере все необходимое есть. Кондиционер, телевизор. Поэтому лучше не бывает. Прекрасные условия, замечательное море, замечательный воздух. Сама обстановка позволяет именно классно тебя чувствовать. Это здорово, это классно. На море вышел и все, и ты купаешься. И бассейн, и вот эту дорожку сделали хорошую по песку, чтобы не идти. Ну, не говоря уже о площадках спортивных. И волейбол играют, и детская. Детки тоже могут поиграть. Так что условия лучше быть не может. База Фемида полностью предусмотрена для отдыха всей семьей. Для самых маленьких посетителей здесь специально установили спортивно-развлекательный комплекс детских городок. Качели, горки, а также батуты. Родители отмечают, что самое главное, что на базе отдыха безопасно. Взрослые спокойно могут принимать солнечные ванны у бассейна, в то время как дети играют на детской площадке. Я могу сказать честно, мы здесь вот с обеда приехали, да, сегодня только приехали. Это такой маленький классный уазис в этом месте. Вот честно, просто кайф. Дети в восторге. Все шикарно. Они довольны, супер. Родители тоже, потому что... Ну, дело не в том, что там самое главное – это дети. Но это немаловажно. Все супер, класс. Для ребенка отличные условия. Есть площадка на берегу моря, где она дышит свежим воздухом, детки играются. Первая линия возле моря, поэтому очень недалеко. Есть все шезлонги, все удобства, поэтому нам очень нравится, да. Площадка прекрасная. Снова же я касательно безопасности могу сказать, что у нас никогда не было никаких претензий, и батут есть, и горки есть, и качели есть. Причем это в доступном взгляду месте, когда можно отдыхать на море или возле бассейна и видеть ребенка. Это тоже очень удобно и очень правильно, очень продуманно. Но воздоровительный сезон «Фемиды» богат яркими и запоминающимися событиями. Каждые выходные здесь планируется концертная программа с участием студентов Центра культуры Одесской юридической академии. Просторный пляж примет студенческие соревнования по пляжным видам спорта – футболу и волейболу. К слову, на межфакультетских турнирах «Летние игры» борьба за победу идет нешуточная. Студентам по традиции помогают деканы и преподаватели. В общем, лето 2021 в Затоке на базе «Фемида» ожидается нескучным и запоминающимся.